Протереть от пыли мысли, чтобы мысли не закисли И упали прямо в зиму, прямо в зиму, а не мимо Где б до лета пролежали, вот и всё Вот и всё Воль и судеб, несмотря на все старания преступного режима Саакашвили Помешать наступила осень И ничего с этим не поделаешь Но люди доброй воли, к которой мы с вами принадлежим У которых главные качества какие? Кто знает, какие два главных качества? Получат диск, подарок Прямо сейчас Никто не знает Гриша, ты знаешь, но молчит Здесь полковник Войтенко, аплодисменты ему, пожалуйста Он самый умный Он везде самый умный Потому что полковник не должен так выдержать Привет, дружище, садись Они даже зверовато немножко Но Гриша всё умеет Так вот, ребята, я понял, что Главные качества россиянина и россиянина Не россиянки А это терпение и оптимизм Вот, Юр, я правильно говорю, да? Вот Всё остальное Мы заработаем или украдём Как говорил один замп Патылова Из части, которой обслуживал Брат моей жены Маши Такой полковник с огневым взором Я зажжу к нему Здрасте Ты чё, Гришов? Я говорю, я Александр Ильич А, здравствуйте Здравствуйте Чем терпеть и унижаться Лучше свистнуть и молчать Ну там вместо слова «свистнуть» Другая Ладно, Господи Побольше давай звука сделаем такой Чтобы было у нас такое Плюза обратно Я специально сегодня, видите, вот оделся Вот в это причудливое одеяние То есть я знаю, что в зале есть галышники Если в зале галышники, поднимите левую руку Галышники Один Двое Трое А сноубордисты больше? А сноубордисты поднимите правую руку, пожалуйста Все, я все понял У меня есть три песни про сноубордистов Я их спою Не-не-не, наоборот, все хвалительные Я просто, я боюсь сноубордистов Искренне, всей душой И очень уважаю Не очень громко, нет? Мыслить можно Ты купи себе тачку Чтобы в пробках стоять Ты купи себе тачку Хлопаем Чтобы в пробках стоять Чтобы лить в нее масло, тасол и бензин И возить на ней классно разных клав и мизин Ты купи себе тачку Чтобы в пробках стоять Заведи себе тетку Чтобы вечно любить Заведи себе Девушку Чтобы вечно любить Девушку Девушку Не страдай, не страдай Не страдай, обижен Сильно не сопи А себе глыжи А себе глыжи Новые купи Ты купи себе лыжи А что вы не хлопаете Чтобы по небу лететь Ты купи себе тачку Ты купи себе тачке Ты купи себе Дорогой товарищ, мой тебе совет, Чтоб тебя не палил в жизни страшный бред. Не забей обижен, сильно не скрипи, О себе говори же, О себе ты доску новую купи, Эй, купи себе лыжи. Ты купи себе доску, Ты купи себе счастье, Быстрее купи. Вот так вот, дорогие друзья. Дело в том, что я военный, кто не знает, и 33 года. 33 года мои пролетели как дым, если бы сына родил, он бы стал бы Христом. И, знаете, у нас есть традиции, несмотря на то, что говорят, что их нету, и я хочу спеть третью песню, это третий тост. Третий тост пьется молча, стой и не челкаюсь. Я бы хотел, чтобы вы сейчас вспомнили, ребята, каждые свои, чтобы вы вспомнили своих дедушек фотографии, которые не вернулись в Великую Отечественную войну. У кого раз они воевали в Великую Отечественную войну? Поднимите руку, пожалуйста. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили лица друзей, которые не пережили какую-нибудь зиму и перенеслись в те места, где живет наша душа, а тело, к сожалению, уже находится в другом месте. Я хочу спеть третью песню в память людей, которые составляют нашу жизнь, потому что жизнь человеческая, ребята, это слова, фразы, образы, которые нам дарят наши друзья, а мы просто выбираем то, что нам нравится и употребляем это в нужном месте, в нужное время. Песня для всех наших, которые смотрят на нас сейчас с неба. Тем более, что 24 октября исполняется 55 лет нашему лучшему в мире спецназу. Я еще спою про спецназ чуть позже, а сейчас я хочу третью песню спеть. Не челкаясь. Когда мы вернемся с войны Красивые и молодые Обвеяны дымом побед Покорты, окали на Иран И будут награды сиять И волосы наши седые Когда мы вернемся с войны Под марши и крики ура Когда мы вернемся с войны Нас встретят хлебами на блюде Нам громкие скажут слова Как правильны мы и нужны Мы пыль и надежда из страны Останем нормальные люди Нам выпить бы и закусить Когда мы вернемся с войны Когда мы вернемся с войны Все девушки будут прекрасны Все женщины будут милы Доступны тихие и нежины Мы будем их вечно любить И черных, и белых, и красных И утром, и ночью, и днем Когда мы вернемся с войны А там, высоко над землей Над самой высокой вышкой Кому и куда повезло В раю или, может, в аду Уйдя из разорванных тел Убитые наши братишки Внимательно и с высока Нас видят и слышат и ждут А мы похмелимся с утра На форме заштопаем дырки И снова суровый приказ За родину в бой пойдет Но все же наступит пора Фураште ильтаны с козырте Однажды когда-нибудь все Мы к ним непременно придем Однажды когда-нибудь все Мы к ним непременно придем Когда мы вернемся с войны Когда мы вернемся с войны Когда мы вернемся с войны Когда мы горнёмся займ Она прочнее любых камней Она в любой играет теме Её, наверное, сильней В природе этой только время И ею пройденная даль От ледников до океанов На свои тамые лада Разносит запахом шафрана Разносит запахом шафрана Талая вода Смует мои грусти И тоски доска Хрустнет, как слюда Сквозь любую даль Мне грехи отпустит Упадёт слезой Талая вода Упадёт слезой Талая вода Талая вода Ты остудишь Музыка Талая вода Смует Смует мои грусти Талая вода Талая вода Талая вода Смует мои грусти И тоски тоска Упадет с небес Талая вода Талая вода Упадет с небес Талая вода Талая вода Ну и что? Ну и что? Ну как? Нормально? Ребят, первое отделение Новые песни Вы же извините Буду мучить вас Куда вы пошли? Это моя дочь любимая пришла Олечка Вот видите, вот эта красивая девушка У нее правда жених есть Жених Угадайте кто? Слева кудрит око Или справа кузнеца называется Садись уже куда-нибудь Вон садись, Григорий Вот этот красивый мужчина в очках Это Григорий Вот, это мой друг Это дочь моя Олечка, да Нет у нас стульчика сад С стульчика есть Я товарищ многодетный папа У меня даже удостоверение есть Я на халяву езжу в метро Чего и вам желаю Родить четырех детей И иметь четырех детей Я этим горжусь Я вам скажу, ребята, честно Есть, конечно, люди постарше Что это классно На самом деле К сожалению, большинство людей Моего возраста Моего поколения У них по одному И из-за этого они очень мучаются По жизни По жизни мучаются сейчас А когда вот их много Они все бегают, шуршат Что-то делают неправильно Она сноубордист, кстати Все сноубордисты Аплодисменты Вот Все это делают Суетятся То они есть То они ночью Что-то делают В интернете живут Там только пятки торчат Вот И прикольно Только зарабатывает Бросает туда Это все Зарабатывает Все хорошо Вот Это правильно Так весь мир живет Нормально А это все Какого цвета у тебя машина Или ботинки Это не важно Главное, чтобы они были Я вот шел сюда Стоит милиционер Подходит к ним Бабушка и говорит Щенок Как пройти В Третьяковской галанкерерии Вы знаете, мамаша Я сам недавно здесь стою Я вообще раньше стоял Возле Бородинской пилорамы Поэтому, пожалуйста Спасите кого-нибудь еще Ну, продолжаем галышную тему Сейчас будет крутая песня Ребята Значит, очень Ну, вы поняли, да Что Кто меня первый раз Есть ли кто меня первый раз видит Вообще Давай Ага Вот Я просто На самом деле Несмотря на то, что Вот как бы В армии Там все Мне нравится Наше поколение Гриша, да Шизгара Форева Мы давали дрозда Нам запретить никто ничего не мог Пытались, конечно Всяти Горбачев Горбачев И прочее Но не смогли Потому что В наше время Принято было Вот играть и петь На иностранном языке Знаете Кошка за мышкой побежала Мышка раз Кошка посидела Возле норки Подумала Гав-гав Мышка выскричала Правильно, съела Вот, говорит, товарищи Как полезно знать Хотя бы один иностранный язык У нас было принято В нашем Войногородке Ходить В кружки Если ты учился на троке То тебя смотрели Как на дебила Наш главный король Он просто У нас было хобби Цитировать 12 стульев Или золотого теленка Играть в шахматы По вечерям Конечно, там и портрей И покуривали И все остальное То, что нужно было Ну, вот так вот Было И мы играли И пели То, что нам нужно Конечно, когда концерт 7 ноября То никто не будет Лестницу в небо Исполнять сначале концерта Но в конце концерта Пожалуйста Вот На русском языке Я первый раз услышал Кстати, перевод Лестницы в небо Потрясающий перевод Это был 1972 год Представляете, да? Вот Сделано было великолепно Там были настоящие стихи Не просто Вот то, что сейчас по телевизору А это было стихи Ну, не важно Короче, ребят Когда вы услышите Что-то ритмичное Будет здорово Если вы будете Подхлопывать Подтопывать Только Можно кричать Но не громко Потому что Сегодня нам еще с вами Очень сильно повезло Мне повезло Во-первых, естественно Мне повезло То, что вы пришли Я вам за это дико благодарен И самое Еще один момент То, что нам сегодня повезло То, что у нас в соседнем зале Сегодня выступает Великая Русская певица Жанна Печевская Вот Она будет без Без перерыва работать Здесь новые действия Она принесла свои Вот Вместе с Динадием Пономаревым И он неизменным спутником Они здесь Я уже сфотографировался По фотошопу За бутылку пива Кесер Я готов каждому Перекачать изображение За одну бутылку Ну ладно А что вы не хлопаете Крутая песня Пристегните меня к лыжам Прибежите меня к палкам Чтобы с тобой я подвижным Словно мыльная началка Ототрите рожу латкой Чтоб лезда была легка Поднимите на канатке Дайте мне подсапинка И я по небу полечу На стиму фрути И я не буду бормотать И заикаться И я душевные свои Оставлю мути И наконец-то буду Верно кантоваться И буду я прикольный Как Куценко Гоша И буду я прекрасен Словно Аполлон И буду чувств Исполнен я хороших И буду весел Как мобильный телефон Не все хлопают Е-е-е Е-е все вместе со мной Е-е Е-е Крутая песня, да, по-моему? Е-е Застегните мне карманы Привяжите вместе ноги Помяните мою маму И не стойте на дороге Позовите на иллюзии Ей скажите все ништяк И по небесам забьюсь я Как совет сиял истяк Я по небу полечу Растину фрути И я не буду бормотать И заикаться И я душевные свои Оставлю мути И наконец-то буду Верно кантоваться И буду я прикольный Как Куценко Гоша И буду я прикрасив Слово Аполлон И буду я красив Как новые калоши И буду весел Как мобильный телефон Е-е Е-е Разведите пальцем вилы И не опускайте дула Говно лыжная закалка Грусти всякие пронижен Призбежите меня к палкам Пристегните меня к лыжам Олечка Олечка, это я тебя поздравляю с днем рождения Помаши рукой, если ты услышал А, нет, вот Олечка, я тебя сейчас буду поздравлять с днем рождения Олечка принимает подарки Через своих кузнецов Токаря и кузнеца Вот и Ваня, Ваня, вот красивый Ваня, встань, пожалуйста Вот это Ваня Ваня это токарь А Егор это кузнец Встань, кузнец, покажите Вот видите, какие красивые все Ну ладно Вы еще не устали От воплей от моих, нет? Я же вообще-то человек серьезный Я в генеральском штабе служу Там карты рисуют И зарплату дают, между прочим Рублями Гриш, я спою в втором отделении Я вот все помню Значит, первое отделение Мучение публики называется То есть слушайте, что нарожалось Вот мужчина вот в очках Это он сувеноват Он меня в лифте Приказал мне петь только новое Пой новое, сволочь А то мы уйдем все сразу А второе отделение будет по заявкам Я бумажку положу на стол Вы пишите, что хотите Я знаю, я знаю, есть туда даже С рязанским акцентом Знаете, приехал в ансамбль Битлс черновцы Выходит конферансия на сцену Говорит А зараз хлопцы с Ниверпулем Заспевают песню Летит Би Что летит? Би А все это как и Би Би, оце маленькая английская птица Еще тоже истории С Украиной ребят привозят Очень классные истории такие Они про нас, в общем-то, подходят То же самое, как можно рассказать Идет человек по Одессе Смотрит, висит большая оранжевая такая Плакат такой, растяжка Написано Юшенко так Так это значит да Он читает и говорит Да Первый раз вижу, что в слове поц Было сделано три ошибки Ну вот, Олечка, с днем рождения тебя, зайка Вот Мишка, он любит редиску И очень ему хорошо А я полюбил сноубордистку И телом, своим душой Они ж не формалы и панки Сноуборды у них, как гробы Такой вот, ребята, подданки Никак я не ждал судьбы Вчера бы я дал бы по морде За слов за таких пироги Меня ж привлекали в сноуборде Лишь мягкие их сапоги Теперь о любви своей рюкзей То плачу, то, блин, хохочу Как доску любую увижу Так сразу ее я хочу А ее волосы, как золото А к ней привязана лопата У ней кольцом пупок проколот Она похожа на гранату А у нее глаза лиловые И под коленками мотня Она такая сноубордовая Но не то лучше для меня Не то лучше для меня Но не то лучше для меня Давайте поучить, попробуй Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е Я стал и стройнее и моложе, Я ем виноград и морковь. Короче, Гриш, не дай тебе Боже Подсесть на такую любовь. А её волосы как золото, Огни привязана лопата. У них кольцо губок проколоты, Она похожа на гранату. А у неё глаза миловые, И под коленками мать нам. Она такая стопордовая, Она такая стопордовая. Олечка, встань, покажи мне. Она такая стопордовая, Но нету лучше для меня. Монета лучше для меня, Но нету лучше для меня. Вот эти песни рождаются мне тут, Министерство обороны и нападения. Одна сволочь написала стихотворение, Я шёл по улице, нашёл бумажку, прочитал, Побежал за сволочь, но не догнал. Если кто-нибудь пойдёт и увидит эту сволочь, Пожалуйста, убейте его. Там было написано такое, Наш министр, мужчина, сила редкая. Юра, выключи камеру. Не, не выключай, я не буду читать это гадости, Вы не должны послушать. Он стоит за родину, за мать, Он любую может табуретку починить, а после поломать. Это сволочи написали, Я вот ищу все, кто что-то написал. Если вы его видите, я говорю, Телефон я сейчас вам откажу, Вы напишите в ней, или позвоните лучше. Ну вот, ещё одна новая песня, Дорогие друзья, родилась буквально недавно. Если помните, автора есть, у Плодовита автора есть песня о маршрутном такси. Я знаю, вы наизусть учите мои слова, никто не смеётся. Вот, давайте я вам её спою, чтобы вы... Вот у Жанны Лечебской то же самое, слышите, у них тоже там зажигают. Вот, у меня есть диск, который называется Дорожный просвет. Значит, и вот песня, которая называется «Маршрутка». Там триптиф есть, посвящается средствам общественного транспорта, которые живут в городе Москве. И там понарастающий. Сначала городской автобус обычный, потом подмосковный автобус, и потом маршрутка. То есть как вершина развития человечества, маршрутное такси. Я не буду спрашивать, ездили ли вы на такси. Я знаю, что ездили. Но то, что вы и ты живы, до сих пор, это большая удача. Значит, ну, я спою всё-таки эту песню про такси, если вы не возражаете. Мы ездим там, где вам и не приснится, эхо можно убрать чуть-чуть. Летим вперёд, как пуля на войне. Но для гостей и жителей столицы мы время жизни делаем длинней. Есть в каждой шутке, братцы, доля шутки. То, что скажу, понятно, и козе. Париж-Дакар по имени маршрутка, где мчит Феррари с именем Газель. Всего за чирик, господи, так просто. Аттракцион почти что цирковой. Достигнем скорость, чтобы выйти к звёздам. И полетим над шумною Москвой. По тротуарам, рельсам, меж трамваев. На красный свет держи желудок ваш. Для нас путей не езжих не бывает. А забашляют, еду на этаж. Может, это кому-нибудь жутко. Может, кто это вздохнёт, ох, боже мой. И летит над планетой маршрутка. Как снаряд по свирепой прямой. Как снаряд по свирепой прямой. Конечно, есть Мондоя и Шумахер, Что жгут бензин в бессмысленных кругах. Но, как сказал наш Коля-парикмахер, В маршрутке им не светит ни фига. Они, я знаю, сразу же заплачут. Водилы наши, их немничета, Попробуй сад переключать одновременно передачи. Крутить рулём и денежки считать. Пускай она снаружи вроде авто, Но я скажу конкретно пацаны. Те, кто встарут внутри, это космонавты, Герои нашей радостной страны. Задрайте люки, Лоб, перекрестите. Нас дайте бабки, Господи, спаси. Лети вперёд, Джедайский истребитель, Вся наша жизнь, Маршрутное такси. Лети вперёд, хлопаем, Джедайский истребитель, Вся наша жизнь, Маршрутное такси. Может, это кому-нибудь жутко, Может, кто-то вздохнёт, Боже мой, Но летит над планетой маршрутка, Как снаряд по свирепой прямой, Как снаряд по свирепой прямой, Как снаряд по свирепой прямой. Говорите громче, Водитель глухой. Ну и вот родилось продолжение. Поскольку автору приходится всё время ездить через метро «Сокол», Где строится инопланетное сооружение Для приёма космических кораблей. Я понял, Гриша, Это именно это. Это не развязка, Потому что столько строят развязку, То есть если это строят для того, Чтобы украсть денег, Я думаю, что невозможно столько украсть. На украденные деньги можно построить ещё одну Москву. Я думаю, что это строится космопорт для приёма НЛО, Чтобы они залетали туда, В Америку сразу, Без остановки. Вот, да, И вот, Там всё время происходят разные события, Там вы знаете, да, Там замечательная, Там учится дочь моя, Ольга, Вот эта красивая девушка, Там учится. Поэтому, естественно, Все маршруты останавливаются, Когда Ольга приезжает, И пропускает её на красный свет. И всех остальных тоже. Да, И вот песня, которая родилась, Продолжение вот этой, Называется «Маршрутное такси. Часть вторая». Я ведь, ребята, Ежу по понятиям, Я пропускаю всех на жёлтый свет. Меня на нашем автопредприятии За безопасность все зовут велосипед. У нас с супругой жизнь медовым месяцем, Бюджет счастлива уж, Бюджет счастлива уж, господи, десятый год. Ну что ж теперь, Напиться и повеситься, Так дочка с сыном это не поймёт. Я стартовал по линии на соколе, Извините, я же ведь не дедушка, Ну извините, я ведь не монах. Ах, какая девушка, Юр, Какая девушка, Какая девушка в оранжевых штанах. Какая девушка, какая девушка Какая девушка в оранжевых штормах Как будто глотку оглушила водкою Аж полетели синихерсы из глаз Я сдачи дал с десятки полусоткою И с отцеплением перепутал газ А она пошла свелика, слегка миляя попою И улыбнулась мне через стекло А я сидел глазами глупо хлопая И мозг мой в дальний космос занесло Ну извините, я же ведь не дедушка Ох, извините, я же не монах Какая девушка, какая девушка Какая девушка в оранжевых штанах Какая девушка, какая девушка Какая девушка в оранжевых штанах Я как сумел, с наплывом чувства справился Хоть мне гудела ленинградка вся И по маршруту далее отправился Урон моральный стойко понеся Потом с заначки вынул ассигнации Вздохнул глубоко, господи, денежки тю-тю На распродаже на конечной станции Купил жене оранжевый костюм На распродаже на конечной станции Купил жене оранжевый костюм Ну извините, я же ведь не дедушка Ну извините, хлопай, я же не монах Какая девушка, какая девушка Какая девушка в оранжевых штанах Какая девушка, какая девушка Какая девушка в оранжевых штанах Вот так Я сейчас я снял 45, да? Я уж уже истязаю вас 45 минут Ну, сейчас Ну вообще, сегодня у нас смешной концерт Смешно ли вам, дорогие друзья? Так, получается Представьте, чтобы Как бы сделать Да, предыдущая песня Она родилась вот из Такого удивительного ощущения Когда едешь в метро, особенно летом Ну в наше время тоже В каждом времени есть свое Такое сумасшествие В наше время сумасшествие было Когда волосы были длинные И учителя все время говорили Что ты должен постричься Ты должен постричься И штаны широкие Я когда приехал в военный городок Средичава, под Белиси Там у нас самый главный король Городка, он был ростом 150 сантиметров У него был клеш 58 сантиметров А в коленке в обтяжку То есть он когда ходил У него нога там как колокольчик болталась Вот, это было очень круто Да, но когда ездить по Москве Особенно летом, конечно То на девушек лучше не смотреть Потому что Я там написал вот в этой песне Вы понимаете, да То есть потрясающая одежда Проколотые вот эти все места Проколотые, значит И особенно нравится, когда трусы торчат Штаны где-то ниже колен Под коленом где-то И оттуда торчат вот это все Прикольно Это очень, конечно, интересно А сейчас я хочу просто петь красивую песню Надеюсь, что не все ее слышали Она из нового диска Из старого нового диска Который называется «Полтинник на горных лыжах» Я надеюсь, что я с дисками не забыл Вот Ребята, есть предложение Я сейчас пою еще пару песен И сделаем перерыв Как вы на это смотрите? Или будем без перерыв? Просто хочется, чтобы вы написали Все-таки на бумажке свои пожелания А я попытаюсь их реализовать Практически мгновенно Вот Я, наверное, спою пару песен И мы сделаем перерыв А потом будет второе деление И, в общем, концерт по заявкам Начнется с исполнения Гриша, ты знаешь, чего Что с исполнения? Ну, не важно Давай полетим Это небо сегодня Господь Приготовил для нас Взбив своими руками Подушку вершинных снегов И земля под названием Северный, этот Кавказ Объяснит нам всю суть Без пустых человеческих слов Давай полетим Праворукая тачка Запутанного бытия Там, где лево и право Не сразу сумеешь найти Ты блестящая прошлая слава Потухший майор Мне желает бессильно удачи На этом пути Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него твоей тоске Слишком высоко А давай с тобою, друг Просто полетаем Прикоснувшись ко плосу небес Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Ты ведь помнишь, старик, этот первый Единственный раз Как зажгла, зажглась, заиграла Под солнцем душа И блестящая наледь И блестящая наледь осколков Серебряных фраз Наконец перестала тебе Своим светом мешать Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него твоей тоске Слишком высоко А давай с тобою, друг Просто полетаем Прикоснувшись ко плосу небес Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Спасибо Я бы хотел, чтобы вы еще особенно аплодировали отдельно нашему замечательному мастеру звука Спасибо большое Спасибо Жила была Шахерезада Муж у нее Шахерезад Ей ничего было не надо Лишь только муж не бил под зад Она не делала утопии и жизни непростой своей И если день не бьют По шее То знала все как у людей Но вот однажды утром ранним Когда еще не то не все Ей муж такое дал задание Что скажешь слух и пронесет И вот гонимая тираном Она покинула свой дом И увидала мир и страны Которых не знавала до Она срывала ананасы И репу парила в бадье Она читала папуасам На Суахиле Монтеске Со Шварценеггером гуляла Не круто, а до девяти Короче, сделала немало На непростом своем пути Ему же выполним задание Как говорится от и до Ему сказала До свидания Я ухожу Шайтан худой Ты сам не мясо и не рыба Умеешь ли пить жену ты лишь Тебе лишь заодно спасибо Что ты меня послал У Париж Короче, блин, базар фильтруешь От вас навек я ухожу Лупи ты сам себя по шее Люби теперь мадам Анжу Не моя песня Я вам, ребята, расскажу Ну и так далее Не нужно знать эту песню Чужие песни сейчас не будем Перед перерывом Перед перерывом я спою серьезную песню Вы знаете, если просто Шутить так Невкусно получается А вот когда Контрастные души Это, по-моему, нормально В этом году я Ездил с друзьями Под город Зубцов 206 километров от Москвы Где в 300 метрах от шоссе Лежат Незакопанные Наши дедушки и бабушки Отдавшие жизнь На полях Сражений Великой Отечественной войны За два месяца Ребята из группы Победа Вместе со своими друзьями Из четырех отрядов Откопали 1040 человек У которых Жетоны были У 38 человек Всего А прочитать удалось Только 10 И вы знаете Вот Человеку Полезно Двигаться Но когда ты Двигаешься Вот в таком направлении То Не потому что Я лучше или хуже Не потому что А вот Приезжаешь в такие места Смотришь на это И кризисы Увольнения из армии Оптимизации И прочие вещи Представят Такими Становятся такими Маленькими Что их не видно На фоне травы Разрытых окопов И костей Вот этих людей От которых Не осталось даже имени А только кости Я хочу спеть Крайнюю песню Первого отделения Простите Не веселую И не грустную А просто Попытка отпечатать То что Есть Рядом с нами Я искренне желаю Вам всем Вот всем Хотя бы раз съездить Туда Посмотреть Без Маханий флагами Без призывов Без камен Со своим маленьким Фотоаппаратиком Пойти туда И посмотреть Я готов помочь Подъехать Подвезти Нормальные люди Совершенно адекватные Никакого героизма Никаких понтов Все равны Приехали Покопали И уехали Удержаться там Кстати Могут не все Опять же Не потому что там Что-то сверхъестественное Просто это Отдельная область Нашего бытия С которой мне посчастливилось Столкнуться В свои 50 лет Посвящается песня Моему деду Некоторые Поисковики Рассказывают Что Мне ночью Снится человек Солдат Который Стоит возле дерева И говорит Я вот здесь Лежу Утром Начинает копать И там Лежит человек Песня называется Дед А мне снился Третий день Точнее Снился Третья ночь Сперва я думал Дребедень И отгонял Виденья прочь Но в свете Утренней зари Плеснуло в душу Кипяток Он просто тихо говорил Ты откопай меня Сынок Лопатка Фляга Вечмешок И две гранаты РГД Сосенки Ствол Карандашом А возле ней Мой юный дед Пропавший Без вести Лайну Пробелом Между страшных строк Ко мне ладони Протяну Ты откопай меня Сынок Мне Бог послал Хороший день И электричку И такси И взгляды Сонные людей Помилуй Божий Спаси И я как будто Бы здесь жил Узнал окопчик Под сосной И вновь Ночные миражи Сплемись Веденье одно И ржавой каске Старый бок А лезвие Заскрежетал И в руки мне Подземный ток Потек сквозь Выцветший металл И я увидел Взрывы мин И я услышал Боя злость И диких Трассеров Огни Меня пронзившие Насквозь И замер ветер Вышине И время Свой Прервало Бег И я услышал Как ко мне Подходит Сзади Человек Ладонь Кладет Мне на плечо Но обернуться Я не смог И налетело Горячо Спаси Господь Тебя Сынок Поиски Потерянной Памяти Поиски Потерянной Жизни Очень Непростое Занятие Если Это делать Серьез На страны Растерянной Скатерти Снова Кровь Пролитая Брызнет Выдержишь Литые Испытания Сам Себе Ответь На вопрос Сам Себе Ответь На вопрос Спаси Господь Тебя Сынок Все Извините За Веселые Путни Ну я думаю Что так будет Правильнее И интереснее Чем Я Чуть не сказал Что Ну Дорогие друзья Значит Надо все таки Весело Что Мне Какие Крестные Совсем Стали О Господи Кстати про любовь Я сейчас Пою Про любовь Песня Очень хорошая Громкая Только хлопаем Ладно Если я Когда-нибудь Попаду Вах Все Это Конечно Будет Из-за Тебя Я Буду Конечно Ни в чем Не виноват И Это Все Конечно Будет Из-за Тебя Ведь Это Жен Низя Ведь Я Жен Грех Ведь Нет Все Не Лез Ни В Какие Ворота И Если Я Когда-нибудь Попаду Вах То Значит Не Напрасно Жизнь Прожит Любовь Любовь Это Любовь 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 Это Любовь Если Я Когда-нибудь Попаду В рай То В Сто Это Конечно В Лет Из-за Тебя Завтра Там Будет Лучше Вчера И Савет Конечно Будет Из-за Тебя И Я Тогда Скажу Апостолу Петру Ты Понимаешь Брат Ведь Я Здесь В общем Ни Причем А Тогда Он Скажет Тебе Дорога Ват Ох Апостол Петр Такой Ехитный Музычок Любовь Любовь Это Любовь А Ты Пожалуйста Больше Не Смей Мне Присылать Сообщение Хочу Ведь Вместо День Которых Должен Успеть Сижу Тихонько Потом И Молчу И Я Как Будто Были Виноват И Все Как Будто Вышло Само А Что Мне Выпадет Рай Или А Расскажет Жизнь Цветное Тино Все Вместе Любовь Любовь Это Любовь 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 Это Любовь Это Любовь Движит Стрелки В часах Чаши Уравнивает На Весах Это Любовь Дет Девья В лесах Пишет Стихи Попадает В просак Рельсы Стальные Как Палочный Гнёк Адая Вниз Устремляется Увысь Это Она Громко Песни Поет И Никому От Нее Не Спаси Все Вместе Любовь Любовь Не слышу Это Любовь Любовь Мы Любовь Это Любовь Молодцы Любовь Если Я Когда Нибудь Попаду В Ад То Все Это Конечно Будет Из-за Тебя Я Был Конечно Ни В Ни Чем Не Виноват Ведь Все Это Конечно Будет Из-за Тебя Ведь Это же Нельзя Ведь Это же Грех Ведь Это Все Не Лезет Ни В Какие Ворота И Если Я Когда Нибудь Попаду В То Значит Не напрасно Жизнь прожита, любовь, любовь, это любовь, 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 это любовь. Вот, спасибо. Значит, леди анд джентльмены. Ничего, что я по-английски говорю. Значит, сейчас я положу бумажечку на стол номер 64. Есть. 64. Есть бумажка. Вот. Бумажка, я сейчас положу, не, у меня есть бумажка, товарищ. Есть бумажка. Я все время с бумажки хожу. Да. С восьмого класса. Вот. Что случилось, Настя? А я писать научился стихи. И стал писать всякую хрень на бумажках. И меня из-за этого боялись и уважали сначала. Потом говорили, что поэты, что с них взять. Как недавно жену Катю остановили ГИБДДшники. Они говорят, а у меня муж военный. Они говорят, ну, военные, это как инвалиды. Приезжайте. ГАИшник, знаете, останавливает джип черный большой. Смотрит тут. Ну-ка вылезайте все оттуда. Вылезает 16 человек. Ну, разве можно, ребята? Вы что, с ума сошли? Последний вылезает. Командир, видишь, на боку написано 4 на 4. Вот, да. Мужик купил машину. Приезжает. Представляешь, говорит, остановил ГАИшник. Посмотрел, отдал честь. И я уехал. Он говорит, а что, ты в форме что-ли был? Да нет, говорит, у меня стекла просто зеркальные в машине. Вот, ребят, столик номер 64. Я кладу бумажку. И, значит, вот эта песня, которую сейчас я громко вам пел, часть этих песен записана на диске, которую сейчас я буду вам пытаться продать. Нет, я не про... И, Гриша, я плохо сказал-то. Как надо сказать? В общем, короче, творчество есть в записанном виде. О! Значит, стоит оно, простите, 200 рублей. Я готовлюсь к пенсии. Нам сказали, что нас всех уволят. Будете вы теперь родину защищать. А после перерыва я буду петь сразу то, что вы напишете, сразу буду петь. Независимо от того, напишете вы что-нибудь, напишете, я все равно буду петь. И петь то, что вы напишете. Если не напишете ничего, я буду молча петь. Напишите петь. Поэтому, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Тут есть люди, которые умеют писать. А еще раз похлопайте нашему звукооператору. Спасибо.